Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Правовое поле» совместный проект Национального телевидения и прокуратура Чувашской Республики и я, ее ведущий Альберт Петров. Тема сегодняшней передачи посвящена вопросам защиты прав граждан в судебном порядке при незаконном увольнении. Отношения начальника-починенной подчас бывают достаточно сложными. Практически любой работник может столкнуться с фактом увольнения. Всегда ли оно производится на законных основаниях? И, напротив, всегда ли граждане действуют добросовестно по отношению к работодателю? Можно ли себя защитить от произвола работодателя? Какова роль суда и прокуратура в защите этих прав? На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в нашей передаче. Сегодня на студии старший прокурор отдела по обеспечению участия прокурору в гражданском меропетражном процессе прокуратуры Чувашской Республики Ирина Георгиевна Иванова. Здравствуйте, Ирина Георгиевна! Здравствуйте! Ирина Георгиевна, тема нашей передачи посвящена вопросам защиты прав граждан при незаконном увольнении. Согласитесь, что порой для некоторых увольнение звучит как приговор. Возникает вопрос, какие последствия увольнения и имеет ли значение, по какой статье человек уволен от Трудового кодекса? Безусловно, значение есть, поскольку трудовое законодательство предусматривает два основания для увольнения. Это, прежде всего, увольнение работника по собственному желанию и увольнение, связанное с инициативой работодателя. Обычно работодатель решает вопрос об увольнении в отношении работника, прежде всего, нарушающего трудовую дисциплину, не исполняющего надлежащим образом свои трудовые обязанности. Это увольнение, связанное, прежде всего, с однократным грубым нарушением трудовой дисциплины. Увольнение, связанное, например, с неоднократным нарушением трудовой дисциплины, когда работодатель фиксирует, скажем так, определенную последовательность действия работника, нарушающего свои должностные обязанности, и приходит к выводу, что работник систематически не исполняет свои обязанности. Прежде всего, те нарушения, которые мы рассматриваем как дисциплинарный проступок. Увольнение по таким основаниям действительно существенно влияет на дальнейшую трудовую деятельность работника. Какой срок для работодателя установлен для того, чтобы он уволил работника? Работник обязан ли работать после подачи заявлений? И, опять же, в какие сроки он должен приходить на работу? Да, в принципе, очень хороший вопрос. Действительно, еще раз хочу акцентировать внимание. Общая норма трудового законодательства указывает, что работник может подать заявление об увольнении по собственному желанию. И такое увольнение может наступить не ранее, чем через две недели после подачи данного заявления. То есть, существует общий двухнедельный срок для решения вопроса об увольнении работника. В принципе, логика законодателя понятна. Во-первых, работодатель имеет право за это время подыскать нового сотрудника, чтобы, скажем так, это увольнение не было для него неожиданным и внезапным. В то же время работнику предоставляется возможность за эти две недели окончательно определиться со своим выбором. Действительно, намерен ли он уволиться по собственному желанию? Ведь бывают различные ситуации, когда работник погорячился. Такое тоже бывает. Через неделю, полторы он понимает, что это решение было преждевременно и имеет право до истечения двухнедельного срока отозвать свое заявление об увольнении по собственному желанию. И в таком случае трудовые отношения будут продолжены. В практике бывают ситуации, когда работодатель принципиально, намеренно не хочет получать заявление от работника об увольнении по собственному желанию. Но, возможно, в том числе и хочет уволить его по статье соотвечества трудового кодекса, то есть по таким основаниям, которые неблагоприятны для работника. Вот как быть в этой ситуации работнику, который все-таки хочет уволиться, но в силу таких вот обстоятельств никак не может это сделать? Ну, мы живем в принципе в век прогресса, скажем так, научно-технических достижений. И почта – это тот вариант для работника, чтобы отправить свое заявление об увольнении по собственному желанию заказным, естественно, письмом с уведомлением. Поскольку у работника будут подтверждающие доказательства письменные о том, что он с таким заявлением обратился к работодателю, все даты почтовых отправлений тоже будут у работника на руках, поэтому здесь препятствий быть не должно. Ну, единственное, наверное, хотелось бы возвратиться вот к этому, к процедурным вот этим вопросам, связанным с датой увольнения. То есть, опять-таки, заявление, направленное по почте, если работник, предположим, не хочет лично общаться с работодателем и указывает свою дату увольнения, а работодатель, еще раз повторюсь, не согласился с этой датой, то есть до вот этого истечения двухнедельного срока, все-таки работник обязан отработать это время до истечения двухнедельного срока. Ну, конечно, если нет каких-то иных уважительных причин. Вот здесь тоже, наверное, немножечко нужно остановиться и обратить внимание телезрителей. Дело в том, что бывают ситуации, и законодательно это тоже урегулировано и закреплено, когда работник в силу уважительных, объективных причин не может продолжать трудовые отношения с работодателем. И именно в связи с этим он указывает конкретную дату на своем заявлении об увольнении. Это может быть связано с различными причинами. Например, работник решил уйти на пенсию. Или у работника возникли какие-то обстоятельства, требующие его выезда за пределы того региона, где он работает. Причем, действительно, эти обстоятельства срочные, важные, и ему необходимо выехать, и он не имеет возможности продолжать трудовые отношения или работать еще две недели. То есть, еще раз повторюсь, работник может указать дату конкретную именно в связи с тем, что не может, не имеет возможности продолжить трудовые отношения. Поэтому здесь, если работодатель не будет учитывать такие уважительные причины и посчитает, что не выход работника на работу, это нарушение трудовой дисциплины, то здесь суд однозначно будет на стороне работника и примет решение о восстановлении на работе и будет действительно принимать решение о признании незаконным данного увольнения. Поэтому все-таки уважительность причин, по которым работник указывает конкретную дату, тоже учитывается. Ни для кого не секрет, что, конечно же, работник находится в служебной зависимости от работодателя. И я думаю, что зачастую такая зависимость перерастает и в психологическую, то есть работник еще и в психологической зависимости находится от работодателя, поскольку боится быть лишний раз уволенным, в том числе и по неблагоприятным основаниям, о котором мы сейчас уже говорили. Вот если возникает такая ситуация, что все-таки работодатель преследует работника и пытается его всякими путями уволить по соответствующим основаниям, неугодного работника, в том числе работника, который, допустим, он даже пытается свои права отстаивать, но такие тоже не всегда нравятся работодателям, сами прекрасно понимаете. Вот в этой ситуации есть ли возможность человеку себя защитить? И как смотрит суд на такие вещи, допустим, когда работник, скажем так, отсутствует на рабочем месте по служебным мотивам, то есть в служебных целях, в то же время работодатель специально выслеживает работника и фиксирует факт его отсутствия на рабочем месте и, соответственно, потом выносит приказ об увольнении данного работника за прогул. Вот суд как бы читает эти обстоятельства, он, соответственно, принимает ли решение с учетом того, что работодатель иногда злопотребляет своим правом? Вы знаете, на моей практике действительно были такие дела, и вот даже могу отметить, что совсем недавно было рассмотрено дело, связанное с иском сотрудника органов местного самоуправления, работника органов местного самоуправления, который тоже обратился с иском о восстановлении на работе. И исходя из тех материалов гражданского дела, с которыми я также, в общем-то, знакома, здесь действительно можно говорить о злоупотреблении работодателем своими правами. Почему? Во-первых, при привлечении работника к дисциплинарной ответственности действуют те же самые принципы. Принципы справедливости, принципы соразмерности наказания тому поступку, который совершает человек. И, соответственно, при увольнении по, скажем так, дискриминационным основаниям, работодатель должен учитывать эти принципы. Соответственно, суд при рассмотрении гражданских дел о восстановлении на работе, где прослеживается, как вот действительно, кстати, заметили вот эту фразу злоупотребления работодателем своими правами, так вот при рассмотрении таких дел суды на моей практике, как правило, были именно на стороне работника. Поскольку существует немало вот таких вот примеров, когда работодатель действительно злоупотребляет своим правом, когда работник в прямом смысле слова преследуется, когда появление работника, скажем так, на пять минут раньше обеденного времени в столовой расценивается как серьезнейшее правонарушение дисциплинарное, когда работник по каким-то причинам, в том числе уважительным, задерживается в связи с исполнением причем должностных своих обязанностей, но он задерживается в другом месте, а не на своем рабочем месте. И работодатель даже не дает оценки, а в чем причина-то была, почему работника не было в рабочем кабинете и на каком объекте он находился. В таких ситуациях действительно суд дает оценку таким фактам. И вот на моей практике таких дел, наверное, было три. И по всем трем делам работник в итоге был восстановлен на работе. А в частности, вот вы говорили, что в органах местного управления. Это вот где конкретно и по каким фактам в данном случае имело место незаконное увольнение? Это было администра... То есть увольняли работницу администрация города Новочебоксарска, увольняла работницу, то есть работодатель. И ей вменялось прогул, то есть отсутствие на рабочем месте свыше четырех часов. Но в то же время работодатель не принял никаких мер для того, чтобы все-таки объективно выяснить, почему работник именно в это время находился не в рабочем кабинете, а находился где-то в другом месте. И в суде уже было установлено, что работник находился по своим непосредственно трудовым обязанностям вне пределах рабочего кабинета. То есть рассматривать такое отсутствие как прогул просто нельзя. Спасибо. Давайте покажем сюжет об этом. Была работа и нет работы. Такая неприятная ситуация произошла с жительницей Новочебоксарска. Женщина работала в администрации города специалистом-экспертом отдела по делам несовершеннолетних. В один из рабочих дней она отлучилась из своего рабочего места по служебным вопросам. Если быть точнее, по данным прокуратуры, специалист посещала в это время конкретную семью. Но бдительные коллеги не приняли во внимание особенности ее работы и почему-то посчитали, что женщина прогуляла остатки рабочего дня. Поддержал их и руководитель. Затем последовало ее увольнение, якобы по нарушению трудового кодекса. Женщина обратилась в Новочебоксарский городской суд за справедливостью. Но представители Фемиды в иске о восстановлении работника отказали. Прокуратура города Спутника не согласилась с решением и обратилась в Верховный суд Республики. Согласно подпункту А, пункту 6, части 1, статьи 81 Трудового кодекса, прогулом признается отсутствие работника на рабочем месте более 4 часов подряд без уважительных причин. Однако, как следует из материалов дела и было установлено в ходе судебного разбирательства, отсутствие работника на работе более 4 часов произошло по уважительным причинам. Об этом же дали свои пояснения и допрошенные в апелляционной инстанции свидетели со стороны истца. В ходе судебного разбирательства высшей инстанции факт про голос специалиста-эксперта не подтвердился. На данный момент принято окончательное решение – восстановить женщину на работу. Об этом сообщает прокуратура Республики. Похоже, даже после вынесения решения Верховного суда администрация города Новочебоксарска не может его принять и намерена дальше продолжить судебные тяжбы. При рассмотрении данного дела в суде первой инстанции прокуратура города Новочебоксарска Чувашской Республики в своем заключении отметила, что считает увольнение работника законным и отсутствие на его рабочем месте доказанным более 4 часов. Но, к сожалению, в Верховном суде Чувашской Республики позиция прокуратуры поменялась. По данному вопросу прокуратура Чувашской Республики настаивала на отмене данного решения, что, кстати, нам было немного непонятно. Кроме того, мы считаем, что содержащиеся в данном деле доказательства подтверждают законные действия администрации. Поэтому в настоящий момент мы ждем судебного акта Верховного суда Чувашской Республики, который пока еще не получили. После чего мы подготовим жалобу и будем спаривать данные судебные акты. Поскольку мы заговорили об участии органов прокуратуры, как раз-таки в защите прав граждан при незаконном увольнении, хотелось бы все-таки раздеть нашим телезрителям. Какова же роль суда и прокуратуры в защите прав граждан в таких ситуациях? Я думаю, очень большое значение, очень большая роль принадлежит органам прокуратуры. И я считаю, это очень правильно, что законодательно закреплена наша обязанность принимать участие при рассмотрении таких трудовых споров, поскольку при рассмотрении дел о восстановлении на работе работодатель, как правило, находится в более выигрышной позиции. Он имеет возможность пригласить профессионального юриста для защиты своих интересов. Этот профессиональный юрист может быть как сотрудником работодателя, так и наемным, скажем так, работником. Это может быть адвокат. То есть человек, который в полной мере владеет процессом, владеет трудовым законодательством. В то же время нельзя сказать, что работник, который и так находится в принципе в травмирующей ситуации, поскольку он действительно уволен, он полагает, что это увольнение незаконно, соответственно, зачастую работник не обладает специальными познаниями юридического плана в том числе. А участие прокурора здесь обеспечивается прежде всего с точки зрения законности. То есть прокурор всецело обязан проверить законность такого увольнения. И это профессиональный юрист, который, по сути, не на стороне работодателя в таких ситуациях, хотя нельзя однозначно сказать, что на стороне работника, но это человек, который на страже прежде всего законно. И поэтому вся процедура увольнения работника, она будет проверена еще и независимым юристом, то есть прокурором. Плюс прокурор обладает широкими полномочиями в судебном процессе. Он вправе затребовать любые доказательства. Он вправе заявлять различного рода ходатайства. Прокурор наделен полномочиями по обжалованию судебных постановлений, которые принимаются судом. Соответственно, реализация этих полномочий, как правило, в том числе в интересах работника, она приводит к постановлению, прежде всего, законного решения суда. Поэтому, я полагаю, роль прокурора здесь значительна. Вот гражданина, допустим, незаконно уволили. Куда ему необходимо обратиться и в какие сроки самое главное, чтобы он не опоздал обратиться в защиту своих нарушенных прав? Да, это тоже действительно очень хороший вопрос, потому что сроки играют в юзпруденцию очень большую роль. К сожалению, я так думаю, это, конечно, моя позиция, законодатель установил не слишком большой срок для обращения в суд с иском о восстановлении на работе. Работник, который уволен, который получил приказ об увольнении, копию приказа об увольнении, ознакомился с ним, ему вручена трудовая книжка. Так вот, с этого момента начинает исчисляться месячный срок для обращения в суд с иском о восстановлении на работе. Если работник пропускает этот срок по неуважительным причинам, это является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении его иска. Поэтому месячный срок – это строгий срок, это пресекательный срок, и работнику следует, скажем так, не затягивать, и, оспаривая увольнение, не соглашаясь с увольнением, ему следует незамедлительно обращаться в суд с соответствующим иском. А участие прокурора, естественно, по делам такой категории будет обязательно. Бывают случаи, когда работодатель буквально понуждает работника уволить с пособством желания и написать соответствующие заявления. Когда все-таки оказывается мощнейшее психологическое давление, и у работника действительно такие обстоятельства складываются, что он, в принципе, вынужден написать такое заявление, может он в последующем восстановиться на работе, или это уже, в принципе, невозможно, и все потеряно? Нет, не потеряно, это, конечно, возможно. Действительно, нередки ситуации, когда работник вынужден написать заявление об увольнении по собственному желанию именно под влиянием какого-то серьезного пресса со стороны работодателя. И, в принципе, даже если анализировать ту судебную практику, с которой я сталкивалась, действительно бывали ситуации, когда работодатель даже не предоставлял работнику надлежащим образом оборудованное рабочее место, не предоставлял работнику с определенными специфическими трудовыми обязанностями различного рода необходимую технику, необходимое даже оборудование, необходимую одежду для того, чтобы надлежащим образом исполнять трудовые функции. И в таких случаях работник, по сути, вынужден был уволиться, потому что не обеспечили надлежащие условия труда, и работодатель оказывал давление на работника, связанное с тем, что обязывал его исполнять эти трудовые функции. В таких ситуациях восстановление на работе возможно. Но просто следует все-таки отметить, что бремя доказывания, вот именно наличие таких оснований, то есть давления со стороны работодателя, все-таки бремя доказывания здесь возложено на работника. И ему необходимо представить суду доказательства того, что такие, в общем-то, обстоятельства имели место быть. То есть это и показания, возможно, и свидетелей, коллег, которые, может быть, присутствовали при разговоре работника с работодателем, которые могут пояснить, что действительно разговоры были на повышенных тонах, где оказывалось определенное давление, возможно, даже угрозы в адрес работника. То есть это какие-то иные материалы, в том числе возможные записи, в том числе аудиозаписи. Диктофонные записи запросто можно использовать тоже. Но следует отметить, что диктофонные записи – это тоже один из видов доказательств, но опять-таки качество. Поэтому не все записи могут быть подвергнуты экспертизе, скажем так, и соответственно этой оценке. Но в то же время, если говорить, скажем так, о характерных примерах, когда работник действительно подвергался такому воздействию, как раз таких примеров немного. В основном, все-таки работник не доказывал в суде о том, что имело место быть такое психологическое давление. И хочу даже отметить, что если работник совершает какое-то дисциплинарное правонарушение, какой-то проступок, и работодатель предлагает ему уволиться по собственному желанию, ну, скажем так, для того, чтобы не портить человеку трудовую книжку, да, чтобы человек был уволен, так сказать, по основаниям, которые не будут ему впоследствии препятствовать вот к трудоустройству, это не рассматривается как давление со стороны работодателя. Просто работнику предоставляют выбор – либо ты увольняешься сам, либо начинается процедура, связанная с увольнением в связи с дисциплинарным проступком. А какие же все-таки компенсации полагаются гражданину, которого незаконно уволили, и он смог свои права восстановить в суденном порядке? Ну, в таких вот спорах, скажем так, однозначно, если работник и его увольнение признаются незаконным, и работник судом восстанавливается, то работник вправе требовать компенсацию морального вреда, поскольку было незаконное увольнение, нарушены его трудовые права. Кроме того, работник, естественно, вправе требовать выплаты ему заработной платы за время вынужденного прогулка, то есть за все то время, что он судился, скажем тогда, с работодателем, работник вправе требовать восполнения, возмещения тех затрат, которые он понес на представителя. То есть, если такой представитель участвовал по делу. А что делать, если злоупотребление имеет место не со стороны работодателя, а со стороны работника? Допустим, работник, зная о том, что он находится на больничном, естественно, взяв соответствующий листок нетрудоспособности, об этом работодателю не сообщает, специально занимает вжидательную позицию, значит, работодатель его увольняет за прогул, в последующем он обращается в суд уже с заявлением о восстановлении на работе для того, чтобы изыскать с него и все эти издержки, о которых вы сейчас говорили, да, то есть и моральный вред, и компенсацию за вынужденный прогул и так далее, и так далее. Вот в этой ситуации суды учитывают данные обстоятельства, когда злоупотребление именно имеет место не со стороны работодателя, а со стороны работника? Да, конечно, безусловно. И, в общем-то, в действующем, скажем так, постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации четко предусмотрено, когда злоупотребление со стороны работника расценивается именно как действие, связанное с уходом на больничный, когда работник знает прекрасно о том, что его увольняют, в том числе за какие-то нарушения, связанные с трудовой деятельностью. Здесь оценки суда, по сути, подлежат именно конкретные обстоятельства, когда работник оформил больничный, в то же время, когда работодатель предложил ему, например, дать объяснение по поводу нарушения трудовой дисциплины, то есть даты будут сопоставляться вплоть даже до сопоставления времени, если это один день, то есть когда работодатель потребовал объяснительную, и работник сразу же, например, оформляет больничный. Поэтому, если суд придет к выводу, что здесь имеет место действительно злоупотребление, то есть работник ведь должен совершить не просто действия, связанные со злоупотреблением, но и понимать, что он это делает. Поэтому работник, который пытается таким образом избежать ответственности, ее не избежит. В таких ситуациях суд действительно может отказать восстановление на работе, придя именно к выводу, что имело место злоупотребление со стороны работника. Спасибо, Ирина Георгиевна, за столь обстоятельные разъяснения, связанные со спорами увольнения. А я еще раз напоминаю, что с нами был старший прокурор отдела по обеспечению участия прокурора в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Чувашской республики Ирина Георгиевна Иванова. Как видим, добросовестность является не только человеческим качеством, но и важным юридическим обстоятельством, учитываемым в судебных инстанциях. И это напрямую касается вопросов, связанных со спорами об увольнении работника. В этих ситуациях нельзя забывать о честности и порядочности не только работодателю, но и самому работнику. Ведь тайное всегда когда-нибудь станет явным. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова